всем привет сегодня я хочу показать вам свой цветок которая выращивалась февраля месяца это всем известная капризная эустома посмотрите он у меня распустился чудесный конечно цветок вот и еще один набрал цвет это должен быть желтенький я их занесла уже домой поскольку в открытом грунте холодно и конечно они бы там не стали распускаться но вот что хочу сказать что вырастите эустому возможно из 6 семечек у меня вот вышли всего две но тем не менее я постараюсь их сохранить до весны до тепла и попробую высадить в открытый грунт ну конечно же я советую все же оставлять их вот в таких горшочках не высаживать открытый грунт чтобы вредители не поели корешки которые очень нежные продолжаем наблюдать за эустомой после того как отсвел один цветонос и 2 еще не раскрылся я обрезала кустик и посмотрите что произошло эустома дала маленькие детки смотрите по краям внизу сегодня 11 ноября я решила посадить семена эустомы я вдохновилась примером этого сезона вот у меня выросла эустома прекрасная и я ее занесла домой на зиму и она дала много деток я решила посадить другие сорта агрофирмы сорт 7 овощ розовая синяя и зеленая буду сажать торфяные таблетки я их уже замочила думаю все знают как это делается на полчаса в растворе фитоспорина вот эти таблетки полчаса они мне от макали и сейчас я их немножечко отожму для того чтобы лишней влаги не было и приступим к посеву лишняя влага нам нужно здесь прижать прям нужно их немножечко вот таким образом сейчас наши таблеточки готовы к посадке сажать эустома лучше в торфяные таблетки поскольку это мелкопыльные семена вот они так у таком виде находятся гранулированные обязательно бейте гранулированные поскольку они уже содержат в себе позволяющие взойти растению вещества быстрее им результат будет гораздо лучше таким образом по две семечки я буду сажать начнем с фиолетовой эустомы берем шпажку макаем раствор фитоспорина и вот так по одной семечке берем и высаживаем прямо в середину торфяной таблетки ничем присыпать их не нужно они так вот и остаются далее обязательно нужно подписать конце будет продолжаем розовые два семечка впоследствии я буду рассаживать их в индивидуальные маленькие рюмочные такие одноразовые стаканчики раз очень просто сажать эустому после посадки нужно обязательно поставить контейнер под фитолампу на 10-14 часов поскольку эустома прорастает только на свету и обычная комнатная температура для нее прекрасно подходит никаких более дополнительных условий для нее не нужно так и зелено-желтая эустома очень интересный сорт вывели селекционеры серединку и еще одну таким образом теперь раствором фитоспорина необходимо немножечко их прижать вот так буквально чтобы они вдавились землю и дополнительно обеззаразились теперь нужно контейнер прикрыть обязательно и не открывать сохранять все время влажность подпрыскивать и обязательно иметь контейнер с прозрачными стенками для того чтобы со всех сторон и корни и растения после всходов могли дышать через десять-двадцать-двадцать пять дней появятся всходы и когда будет крепких два-три листочка их нужно будет распекировать в небольшие рюмочки стаканчики об этом будет видео позднее на этом все сейчас я их подпишу и поставлю под фито лампы сегодня 7 декабря и я хочу показать вам как зашли мои эустомы посадка была произведена 11 ноября сегодня 7 декабря то есть моим росточком практически два месяца но хочу сразу сказать что через десять дней мои саженцы зашли сейчас это уже подросшие растения из шести саженцев лишь один не взошел вот он стоит сторонке то есть таким образом посадка которую я описала в самом начале ролика работает и вполне реально вырастите устому сейчас я поддерживаю влажность и они у меня продолжают расти под фитолампами целый день и так со всех сторон имея возможность получать свет вот когда они образуют еще пару листочков я их рассажу в рюмочные стаканчики и уже буду поливать наравне с другими цветами сажайте и устому и у вас все получится и и Субтитры создавал DimaTorzok